Ты все еще делаешь маникюр за три часа? Тогда я иду к тебе. Тема сегодняшнего эфира – экономия времени. А я очень давно не выходила в эфиры, чуть-чуть я потом нагрела, но ничего. Будем возвращаться, будем наверстывать. Я знаете, что думала вообще? У меня столько эфиров в ленте, сохраненных, что можно просто пересматривать, мне кажется, их и получить вообще всю информацию, которая вам нужна. У меня есть там и по скорости уже, и по запечатке, и по наращиванию, и по аркам, и по выкладному френчу. То есть я просто уже не знала реально, какие темы затрагивать. Решила чуть-чуть отдохнуть, дать соскучиться вам. И даже если эти эфиры по этим темам были, привет всем, были уже, то когда проходит время, то есть у меня же в голове тоже обновляется информация, обновляется подача информации, то есть те же самые темы можно уже рассказывать абсолютно по-разному. Я на самом деле соскучилась по эфирам. У меня было такое состояние, сейчас просто расскажу чуть-чуть, мне не хотелось вообще выходить в эфир, мне не хотелось вообще ничего рассказать. Ну то есть вот нужно было время, нужно было чуть-чуть пространства вот этого, чтобы появилось вокруг, появилось желание. Короче, нужно было отдохнуть. Этот год был такой насыщенный вообще на эфиры, на общение, на соцсети. Вот, поэтому всегда нужен перерыв, всегда нужен перерыв. Всё, перерыв случился, возвращаемся к работе. Я, конечно, буду периодически тоже опять пропадать. Я вот из тех людей, которые не умеют работать по системе. У меня никогда нет правил, каких-то рамок, стандартов. Я хочу делать, вот нет, желание не делать, как с уборкой. Поэтому, да, принимайте вот как есть. Но я вся ваша, вас очень люблю. Ну вот, вот такая я. Тема самая животрепещущая. Решила ещё раз её поднять. Почему? Потому что большинство вопросов задают именно по этой теме. Вот, вот, большинство вопросов по работе с натуральными ногтями, по скорости, по этапам процедуры, по последовательности. То есть, если есть вопрос, запрос, значит, как бы есть и ответ. Даже в ТикТоке, вот смотрите, я стала выкладывать ролики с запечаткой. Ролики с запечатыванием заходят лучше всего. То есть, люди не знают, что это такое. Не знают этой классной технологии. Хочу. Напишите, пожалуйста, тему экономия времени. Напишите кто-нибудь тему, я её прикреплю. Тема экономия времени. Я хотела назвать скорость, но уже такой эфир был, решила его переименовать. Вот. Те, кто сопротивляются всё-таки тому, что нужно делать за полтора часа, вот придётся как-то всё-таки принять. Уберите, пожалуйста, комментарий. Комментарий убрать пока не могу, я их читаю. Экономия времени. Спасибо большое. Прикрепила. Прикрепила. Придётся перестраиваться, к сожалению, да. Я даже, вы знаете, по себе уже заметила, что я, если хожу на процедуры, там, на бровки, на окрашивание, на педикюр я хожу, там, на эпиляцию, то мне очень важно, чтобы это было быстро. То есть я настолько планирую, вот я, например, записалась на что-то, и это такая, так, у меня в 17.30 что-то после работы, да, мы же все работаем сейчас, все в любом случае крутятся, все где-то, очень мало таких девушек, женщин, да и мужчин тоже, у которых время в распоряжении, очень мало. Обычно ты как делаешь какие-то процедуры в салоне? Либо до работы, либо после работы? В выходные, во-первых, ты фиг запишешься, а во-вторых, в выходные у тебя семья, дела, там, когда ты поехал, троллевали на педали, вечером в пятницу погулял, в субботу спал, в воскресенье ещё что-то. Ну, то есть вот так вот. И ты такой планируешь утром, и ты такой планируешь утром, допустим, мне перед работой нужно сходить там туда-то, сделать то-то, а вечером, вот я иду в 17.30, у меня ногти, я должна в 19 освободиться, потому что в 19.30 у меня тренировка, или мне в 19.30 забирать ребёнка там откуда-то, или ещё что-то. То есть нет у людей сейчас того времени, вот там 4 часа, 3 часа сидеть на ногтях, рассусоливать, понимаете? Полтора-два часа – это вот всё, обычно полтора. Надо, надо ускоряться, это самое первое. Вот сейчас 100% начнут там. Я перфекционист, я люблю вылизывать, а как же качество теряется при скорости, а как же там троллевали на педали. Всё можно отработать. Это я вам говорю с полной уверенностью. Я делаю ногти за полтора часа с хорошим маникюром, с качественным покрытием. Те ногти, которые носятся 3 недели, месяц, месяц и одна неделя, абсолютно спокойно, меня это не напрягает. Я вот маме своей делаю совмещение запечатывания с гирлаком. Мы её делаем за полтора часа, спокойно, с покрытием. Ну, скорость, время они для клиенток, если ногти кривые, имеются отслойки. Я это всё уже слышала не раз, вот эти возражения. Могу отработать сейчас, прям вот сразу вам сказать, что всё нарабатывается. Никакие отслойки. Это всё делается, это всё делается в процессе, быстро. То есть, когда у тебя это наработано, когда ты знаешь, как это быстро сделать, тебе это не занимает. Клюющий, не клюющий. Вот я работала мастером 10 лет, девочки, 10. Я уж, наверное, ну, как бы работала с клиентами, у которых и отслойки, и клюющие. Я вам 100% говорю, что всё можно отработать и наработать. Главное иметь чёткий протокол, которому вы следуете, поэтапность, чёткое действие, грамотный подбор технологий. Не так, что вы там думаете, а что там налепить, что там намазать, а всё уже чётко-чётко проработано. Всё можно делать быстро. Максимальное время, если ты там длинные ногти, у неё там своя четвёрка, куча там у неё трещин, так далее и так далее, поднятие максимум, это 2 часа, это вот, 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 не спеша никуда, абсолютно в комфортной обстановке. 3 часа на коррекцию с покрытием, это много. Это много. Это говорит о том, вот если вы делаете долго, и вы не можете ускориться, это говорит о том, что у вас где-то есть либо пробелы в технологии, и вы чего-то не понимаете, что-то не получается. Вот не получается что-то, и вы где-то стопоритесь, где-то берёте лишние фрезы, где-то делаете лишние движения, где-то делаете двойную работу, такое тоже было. Я тоже же делала раньше 4 часа, но тоже было 3-4 часа, это было вообще стандартное время у меня, понимаете? А потом оно стало полтора. Вообще я стала быстро пилить, конечно, работать после конкурса, вот что там греха таить, после первого своего конкурса, я всем говорю сразу, закончили курсы базовые, поработали месяц, пошли на конкурс. Всё, не надо сидеть ждать, желание пропадает, энтузиазм пропадает, сразу идите на конкурс. После конкурса полчаса 40 минут, как вот даже ничего не надо делать, просто уйдут. потому что вы привыкнете работать по протоколу, по этапности, вы привыкнете следить за временем, вы уже не будете вот так вот там ковыряясь в носу, сидеть там что-то раз, всё будет чётко, быстро. Конкурс, он очень сильно систематизирует работу, он очень сильно отрабатывает вот эти вот движения чёткие. Идите на конкурс. Вот прям я, к сожалению, он оффлайн, вот собирать команды уже не буду. Я ещё это не объявляла, но уже не буду. На это есть причина. Я переезжаю уже в другой город. Это ладно, это потом. Это всё потом. Всё потом, это сюрприз вообще был. Вот. Онлайн буду готовить, оффлайн уже собирать команды не буду, поэтому кто со мной уже не пошёл на конкурс, уже возможности у вас не будет. Вот так вот. У меня 5-6 часов сократилось до 2-4. Ну круто! Ну круто! Главная цель иметь, главное понимать, где у меня... Вот если вы хотите, вы знаете как, вот всё дело в понятии и в принятии. Вот представьте, я вот делаю это 4 часа. Что мне нужно для того, чтобы ускориться? Первое. Вот что мне нужно? Мне нужно желание. Мне нужно осознание того, что сейчас это необходимо. Для меня будет так лучше, для клиентов моих будет лучше, зарабатывать я стану больше, ну либо столько же, но трудиться стану меньше. всё начинается с желания. А если вы делаете 4 часа, вы говорите, ой, да ну, что там, зачем оно мне надо? Я вообще сижу в Элизу, и вообще потеряется качество, и вообще мои клиенты готовы сеть 4 часа. и тогда даже вот, ну, не спрашивайте тогда, как, чего, желание, если есть, вы 100% сразу, уже, вот если появилось желание, вы уже готовы, вы уже ускорились, вы уже готовы к тому, чтобы делать, в каком, в какой город, ну скажите, пожалуйста. Ладно, я в Питер переезжаю, я переезжаю в Питер, город своей мечты, кто знает, если есть питерские девочки, я вот полечу в апреле на неделю сначала, мы там договорились с питерскими девчонками на завтрак пообщаться, вот если есть питерские девчонки, и вам нужна будет работа в Питере, мы будем открывать салон-резиденцию, Эми Маникюр, вот, как и в Ростове, у Веры есть в профиле, скажите, эфир про резидентов, посмотрите, если вам питерские девчонки, это интересно, пишите мне в директ, будем с вами работать, сотрудничать, ну короче, вот я скоро проведу прям эфир, я буду об этом говорить, вот, вы первые вообще, кто об этом слышит, я никому еще не рассказывала, ну из своей аудитории, на переезд, вот, поэтому, если есть желание, вперед, вперед, смотрите эфиры, даже вот если эфиры будем смотреть, и принимать то, что я говорю, не отталкиваться, а принимать, то вы уже начнете ускоряться, я вам вот сто процентов говорю, без всяких там, и конечно же, у меня есть курс скорости, я давно вам обещала на него скидку, я вам его сегодня отдам, даже две скидки, одну поменьше, другу побольше, об этом подробнее расскажу, потом, в конце, вот, что же нужно, первую очередь, для ускорения времени, вот как, вообще вот, начать, начать, вот, хочу ускориться, с чего начинать, работаем только конвейером, то есть, мизинец, мизинец, безымянный, безымянный, не так, что я там взяла, один ноготь до конца сделала, там, попилила до конца, или там, выложила материал, то есть, все вот таким конвейерным способом, пока ручка левая досушивается, правая уже пилится, то есть, вот в таком варианте, при удалении старого цвета, используем фрезу, кукурузу керамическую, чтобы была возможность пройти и границу гель-ноготь, стараемся исключить фрезы лишние, из арсенала своего, то есть, если у меня гелевое покрытие, это металлическая фреза, так будет быстрее длину убирать, если это гель-лаковая, то это кукуруза, первым этапом мы убираем цвет, убираем длину фрезами, убираем длину фрезами, пилкой мы только подравниваем форму, и все, затем границу гель-ноготь, мы можем даже пилка не трогать, мы ее можем алмазной фрезой, при поднятии кутикулы, чуть-чуть зачистить, так будет максимально быстро, когда вы начинаете пилками, я просто как-то однажды делала коррекцию, мне девочка, новичок у нас, то ли в салоне, то ли где-то, не помню, и она начала пилкой спиливать, все, вот она взяла мои ногти, и начала мне пилить цвет, убирать длину пилкой, я просто ждала, ждала, она мне 2 ногтя пилила минут 15, вы можете себе представить, сколько времени, обязательно цвет, толщину, длину, убираем фрезами, пилкой убираем отслойки, и форму, на этот этап подготовительный, у вас должно уходить 10 минут, с обработкой фрезой, кутикулы 20, это подготовительный этап, 20 минут, это вот стандартное время, его можно сократить до 15, но это уже турбо режим, когда у вас какая-то экстренная ситуация, но я этот режим включать умею, понимаете, я вот знаю свой потолок, вот я знаю, до какого времени я могу, это благодаря конкурсу все, что я могу, если мне нужно, опоздал клиент, накладки пошли, я могу включить турбо режим, и за 15 минут сделать подготовку, могу за 10, за 5 конечно, нет, за 10 могу, реально могу подготовку сделать за 10 минут, но это такой турбо режим, при котором я энергию прям выкладываю, вот мне нужно прям, а 20 это вот стандартное время, но я знаю, что у меня есть еще один режим в запасе, кнопочка, и если мне нужно, я эту кнопочку включаю, следующий момент, ну это тоже один из основных, если у вас есть какие-то пробелы в знаниях, вот смотрите, это настолько важно, вот услышите меня, если вы не понимаете технологии, вы не понимаете, как выкладывать материал, если у вас трескаются у клиентов ногти, они приходят там с отслойками безумными, с трещинами, то ли у них отпадают вообще, это говорит о том, что где-то пробелы в знаниях есть, из-за пробелов знаний и скорость страдает, то есть вы когда это делаете, что-то не понимаете, начинайте, а как же вот тут, а что же, а может вот так, а может вот так, то есть это все время, если есть пробелы в знаниях, заполняйте их, сейчас столько ресурсов платных и бесплатных, вот учитесь, учитесь, слушайте, смотрите, пробуйте, не стойте на месте, хорошо, и вот даже у нас есть онлайн-курсы мини, которые для тех девочек, кто уже делают, но где-то вот что-то не понимают, старайтесь заполнять пробелы в знаниях, пожалуйста, это очень важно, протокол процедуры, то есть у вас есть в салоне, вот вы работаете в салоне, или вы работаете на себя, у вас есть прескурант, правильно, есть же, у вас есть там, маникюр-лак, маникюр-гель-лак, маникюр-гель, наращивание, допустим, отдельно может быть, у нас это, так бы, три процедуры всего, маникюр-лак, маникюр-гель-лак, маникюр-гель, и там уже наращивание, наращивание, не важно, у вас может быть как угодно, каждая процедура должна быть расписана протоколом, то есть вы берете маникюр-гель-лак, садитесь и расписываете, поэтапность, 5 минут, там три минуты консультация в это время этом пока достаю пилочки или же начинаю уже обрабатывать дезинфектором ручки ей уже достаю пилку в это время справа разговариваю с клиентом то есть подготовки сижу просто вот так с ней здрасте а что вы хотите то есть я уже по что-то делаю но еще провожу первичную консультацию там подготовительный этап что я в этот подготовительный так дело там убирают цвет убираю длину обрабатываю придаю форму обрабатываю кутикулу керамической фрезой сколько у меня на каждый этот этапчик времени уходит чтобы понять сколько вас уходит время это все расписать конечно же нужно тренироваться берете маму сестру вы же кому-то все равно делайте из своих ног сели с ними дать и так дорогая сегодня мы заполняем протокол мне нужно понять сколько по времени делу где мне нужно ускориться какие этапы я торможу садишься с ней включаешь таймер берешь кладешь с собой листочек тренировочные листы кстати вы можете у меня бесплатно скачать в актуальных stories там есть stories актуальными подарочки там есть бесплатно тренировочные листы можно получить и урок по работе с мульти формами кстати вот такие урок поэтому ныряем туда после эфира все скачиваем и начинаем тренироваться уже уже садитесь и прописывайте каждый этап и записывайте сколько у вас в данный момент уходит времени на каждую процедуру и потом такая ага пилю 40 минут ничего себе ну то есть это много то есть мы знаем что нас в идеале 20 20 20 подготовительный этап выкладка архитектуры опил ну и покрытие цветом уже 30 минут с топом вот так пилю 40 минут так а чушь и так долго пилю то чё я пилю так долго а потому что я за длиной не слежу сначала пилю как пилю потом начинаю их там все подравнивать там толще тому же начинают собирать то есть много времени трачу а с опилом проблему оттренировать опил либо сама тренировалась либо беру курс у нас есть маленький вот так усенький курс моделирование с опилом опил всех видов форм как правильно пилить оттренировала такая о 30 минут уже следующий раз тела 30 минут пилю классно 30 минут хорошо чуть-чуть еще ускорится сейчас поставлю таймер и чуть-чуть просто быстрее если я уже знаю как правильно пилить по зонам мне нужно только поставить таймер чтобы он не чуть ускорял и пилочка быстрее ходил все поняли да разбираем протокол разбираем где у нас пробелы в знаниях и самый такой важный момент вот практически у всех и то есть мастеров приходит клиент им такие сделали и ногти уже опилили чел какой цвет будем делать и клинка у час неси сколько там у тебя 350 неси и выбрать будем лишь не знаю чего хочу это важный момент когда приходит клиент вы мозгу уже держите то что вы до конца коррекции уже должны знать что вы будете делать какой цвет и какой дизайн как я делаю еще хитрый такой мастер приходит клиент новый допустим ну со старенькими все понять сразу здравствуйте ирин сели там трали-вали на педали что сегодня будем а какое настроение чё хотим так как обычно и точно ничего новенького надо точно как обычно окей или там хочу что-то новенькое я уже знаю ее знаю кем она работает знаю ее предпочтение вижу ее уже стиль одежды вижу и общий образ жизни можно и там предлагать стрит-стайл или там френчик нужно там с вензелечком грубо говоря то есть когда старый клет с ним все понятно когда новый начинаем почву прощупывать она вот сидит такая вот вся надо расположить ее доступно но бывают же конечно и другие но не важно это к пока уже пилю то есть меня еще важно отработать мои движения до тех пор когда я буду пилить разговаривать думать одновременно то есть не так что если начинаю говорить то я останавливаюсь еще и пилка не пилит или же я начинаю там что-то просто вот так вот делать то есть должно быть все на автомате я разговариваю пилю и и продумываю уже действий то есть это это идеально это вот идеально я уже в концу работы последние два года вот так работала и ты тогда не напрягаешься у тебя все вообще четенько идет ты как бы нет у тебя надрыва вот этого переживания каких-то там пота по лицу то есть это все просто отработанная техника вот она посидите как а что вы делали до этого что вы вообще любите как и ваших предпочтениях а сама уже смотрю на нее сканирую а в чем она ходишь и что она одета какой у нее макияж как она разговаривать сколько ей лет примерно примерно вижу что у нее сейчас и примерно уже для себя быстро в голове несколько вариантов накидала если вдруг она не знает надо какой я люблю постель ненький там ничего дизайник легенький какой-нибудь давайте чем такой вот прям ненавязчивый навязчивый гребщик скромненько ну вот со вкусом какую-нибудь изюминка ну давайте это как о я знаю там накинула пару вариантов вот шерми кончики там вот нас дайсик а вот у нас новые пастельные там оттенки или вот такие я хочу цвета предложить какие холодные теплые то тут это все и концу она уже во первых вам доверяет потому что вы хотите ей помочь то есть когда вы искренне к человеку расположены вы хотите ей помочь она видит что вы прям вот вся для нее она доверяет она расслабляется андаковой делаете хочешь это сто процентов рабочая схема вот отработанная у меня до автоматизм если же в конце нога а на этого не знаю вообще не знаю чуха четко я уже примерно поняла говорю вот смотрите вот такой вариантик смотрите это вот мы с ним там красные оттенки вот у нас новый или же там у нас новая коллекция новиночка когда вы видите что человек одет ярко дорого вот смотрите ярко на такая сумка у неё луи виттон красная там 8 костюм у нее макияж укладка волосы блестят этот человек статусник человек статусник ему нужно предлагать всегда новинки что я уже сейчас залезла в дебри не успею показать давно не виделись просто значит ей нужно предлагать только новинки поняли таки у нас новая коллекция еще никому не покрывала только вы только первые прямо только что ж пылу жару и новые декорации брендовые под вашу сумку луи виттона вот это 10 это стопроцентно действует то есть сложно по типам людей то есть психологом чуть 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 разбираться в людях я в нем даже было интересно их вот проверять как я вот угадываю попадаю я прощупывать не попадаю это прям класс а когда ты потом качество мыши промазать это нормально но потом ты уже все чаще и чаще попадаешь и это такой кайф когда ты реально ты человеку доставляешь удовольствие тем что ты попадаешь его потребность без лишних разговоров в очень рекомендую вот помогать выбирать цвет к к моменту уже как вы закончили коррекцию вы должны ему не 350 цветов предложить а 5 вот это это профессионализм к этому нужно стремиться все это основные моменты там уже это все как бы подробности подробности мелкие можно разбирать и разбирать и разбирать там одним эфиром не обойдешься посмотрите мой другой эфир там возможно я что-то еще рассказываю я уже я уже не помню вот я обещала показать запечатывание почему я люблю эту технику она реально мне экономит время всегда вот как казалось бы до геморрой запечатывание что там гир лаком намазала и отпустила я из тех людей которые что посеешь то и пожнешь ну то есть если я сейчас пришел ко мне клиент я не сделала профилактику отслойки мы сделал качественное модерирование во всех смыслах он придет ко мне следующий раз у него будет меньше отслоек меньше скручиваний и мне будет меньше работы соответственно меньше материала экономия времени и моей энергии все логика проста запечатывание технологически сложная процедура кажется что это очень просто и нужно отработать очень много пишут что вот у меня там откололось пробуют сами этом откололась и метам не держится там есть нюансы есть нюансы и есть нюансы запечатывание нас разбирается во всех программах онлайн у меня и в скорости есть два вида даже совмещение с гир лаком из геля я рассказываю там основные моменты запечатывания есть в курсе все виды коррекция на сегодня тоже на нее скидку дам соответственно в плате не в базовых то есть во всех программах практически которые затрагивают коррекции укрепления у нас есть технология запечатывания потому что именно эта процедура позволяет создать лояльную огромную клиентскую базу когда клиенты просто буду за вами ходить на край света это я думаю что если вы меня смотрите и слушайте то вы мне доверяете чем ну как бы за что я вам очень благодарна и мне это безумно безумно приятно так у меня долгая работа потому что архитектура опиливаю смотрю после каждого движения пилки это просто нужно отработать до механизма сейчас я посмотрю быстренько комментарии не буду долго отвечать мне нужно успеть вам еще показать ноготь какой кофе рада за вас питер куда спасибо чему круто привет 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 и сколько комментариев жалко что не москва жалко я вот у меня это была мечта потом это стало целью собственно говоря все кто из питера еще расскажу не буду пишите мне в директ есть предложение сотрудничества что будет открываться салон салон будет нестандартный именно с резидентами то есть как с партнерами с мастерами будет идти работы поэтому есть и есть желание работать с нами нашей команде продвигаться расти пишите в директ будем с вами общаться так все переворачиваем переворачиваем сейчас i moment отключаем фильтр все поехали у меня вот ногти мои они уже убитые так чуни где фокус где фокус сейчас нет фокусу чему-то вот ну вот нормально да они у меня уже убиты здесь просто типа аквариум какой-то у меня был вот но они уже на три недели кстати вот когда прозрачно этого конечно же не видно вот и вот у меня есть большой ноготь я его просто обожаю вот если сюда ему посмотреть он у меня зубчиками вот тут а знаете почему потому что я беру вот так фрезы и чуть чищу их вот так вот ногтем и у меня ноготь зубчиками и даже вся запечатка стирается никогда так не делайте они легко убирать нижний виду ладно вы уже там между собой общаетесь не буду вам мешать так как у меня гелевое моделирование я беру фрезу для снятия материала для подготовки вот здесь у меня блестки были я могу в принципе их и оставлять но они у меня под небольшой слой под небольшой слой геля лежат поэтому блин где фокуса что за дела за салфетки нет да нет ладно бог с ним что-то я там делала в прошлый раз и не помню что у меня ладно все но я буду снимать убирать блестки у меня будет покрытие однотонная вот поездки себе хочу сделать новый маникюр неоновый и вот думаю какое сделать сейчас вам тоже спрошу вашего совета прям уже вся в терзаниях короче первым что мы делаем вот у меня коррекция коррекция что мне нужно сделать сейчас убрать длину снять толщину материала в моем случае убрать блестки да придать форму он у меня скрутился чуть-чуть видите там изнутри арка уже неровно мне весь желтенький нужно короче привести в порядок его зубчики вот эти все поубирать сейчас мы будем делать заново запечатку так мне нужно в обратную сторону реверс поставить так как я делаю себе сама я буду движение делать от себя важный момент не работать узкой частью фрезы работать широкой когда вы пилите вот так узкой смотрите у вас получается маленькие движения и маленькое поле захвата материала то есть вы пилите всегда вот этой широкой частью до середины вот этой и тогда у вас получается вы спиливайте одним движением большую площадь движение не делайте вот такие вот делаем движение протяжные прижимаем вот мне нужно понизить толщину чтобы убрать блестки блестки чтобы они мне не мешали у меня здесь прозрачный был материал монофас у меня был так как я буду покрывать цветом в принципе мне не важно что делать сейчас но я думаю что я в другой раз могу захотеть опять сделать аквариум и если у меня будет камуфляж придется его спиливать будет мрамор в общем сделаю монофас опять случае если захочу я вообще последнее время люблю прозрачные ногти он так скажу прямо даже если это не будет покрытием цветом мне нравится прозрачные какие-то шармиконы на прозрачном какие-то мазки ну вот нравится мне прозрачный я люблю все если длину нужно убирать переворачиваем вот так фрезу придерживаем пальчиком упираем фрезу свободный край сейчас теперь другую сторону придерживаем фрезу упор палец и прижимающими такими движениями убираем длину вот так фрезами убирается длина вот здесь ноготь завернулся под низ я его чуть-чуть убрала все пилка это гораздо дольше фрезами все это делать гораздо быстрее все теперь беру пилку придаю форму свободному краю щеточка тут остатки блесточек чуть-чуть есть у меня пилка 100 на 180 белая вы можете использовать и серую и другой формы какую вам удобно я люблю узкие пилки вот как-то к ним я привыкла хотя пилила раньше широкими вот здесь границу видите я не трогала она блестит гель ноготь металлическая фрезу я не под ней трогала я ее сейчас пилкой зачищу потому что металлическими фрезами мы стараемся вообще не касаться ногтевой пластины иначе можно сильно повредить если есть отслойки вот в этот момент мы убираем отслойки если отслойки очень большие где-то внутренние и вам нужно прям много пили чтобы пилка не тратить время вы можете взять керамику керамическую кукурузу и после металлической кукурузой снять большие отслойки но не металлом понятно маленькие отслойки убирайте пилкой заужаем свободный край перед запечатыванием чтобы сделать запечатывание свободного края нам нужно заузить свободный край слегка заузили на миллиметр-полтора по боковым линиям чтобы вот так у меня когда форму я вот приложила пилку вот квадрат у меня осталось место для запечатывающего геля в курсе скорость я подробно рассказываю про запечатывание показываю на всех десяти руках модели по таймеру по времени после каждой после каждого этапа останавливаюсь и рассказываю где что я сделала и почему и как в этом на этом этапе ускориться кстати там более восьми мастер-классов уже полностью на десяти руках модели как вот в салоне так дальше мы берем фрезу это может быть капля это может быть пламя более опытные мастера работают вот такими фрезами алмазными с более маленьким диаметром я тоже такими работаю более чистое вычищение если вы новичок берите каплю с более широким пузиком меньше возможности травматизации потом когда уже приловчитесь научитесь можно уже брать более тонкие вот такую вот фрезу лучше фрезу лучше брать новичкам если вы совсем боитесь и никогда не работали аппаратом берите со скругленными кончиками фрезы они вообще абсолютно безопасно все чем меньше фреза чем больше обороты этой фрезой я уже я ела раков недавно у меня кожа я их не ела до этого полтора года или два съела очень много вот у меня тут облазит пальцы я вот фрезой все чистенько убираю и начинаю отодвигать кутикулу фреза лежит только лежа всегда ни в коем случае не ставим перпендикулярно плоскости только параллельно всегда задача этой фрезы вычистить птеригий и поднять кутикулу все больше ее задачи никакой нет все вычистили пты прям почему так темно опять простите сейчас нормально видно все это на лампы спадают все задача этой фрезы выполнила выполнено поднять кутикулу вычистить перигий обработать боковые валики я ней же обрабатываю мне так удобнее чтобы не менять фрезу если нужно вот здесь и подушку тоже ей обрабатываю все под кутикула чисто кутикула поднята пазухи вычищены все больше это задача этой фрезы нет никакой смотрите я делаю себе только аппаратный маникюр блин где фреза нет фрезы я беру шарик обычно смотрю может уоле там есть сейчас возьму секунду нашла 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 шарик с алмазной насечкой мягенький то есть есть вот такие маленькие они для более каких-то грубилых частей мы ими можем мозолика убирать они синенькие для ощущения кутикулы лучше всего мягенькие брать уже здесь обороты поменьше ставлю эфир сохраню девочки обороты ставлю поменьше можно вот палочкой вот так взять кутикулу приподнять я когда обрабатывала под кутикулой фрезу вы наверно увидели что я делала еще такие приподнимающие движения чтобы мне удобнее было счищать шариком опять-таки за захватываю боковые валики если вы делаете маникюр комбинированный то обработка кутикулы окончательная у вас идет уже в конце мерит покрытием цветом вот вы сейчас бы обработали фрезой под кутикула и потом бы уже доработали кусачками или ножничками после опила когда аппаратный делаем то дорабатываем кутикулу сразу а потом после опила зашлифовываем кутикулу задний валик и боковые валики резиновой фрезой чтобы не махрилась такой маникюр носиться будет максимально долго я когда себе делала классический маникюр и даже комби девочки вот честно вам скажу девочки мальчики возможно у меня маникюр долго не носился он у меня начинал махриться уже буквально через три-четыре дня аппаратный мне подходит идеально потому что у меня сухая сухая очень сухая кутикула все и я уже потом после опила пройду с силиконовой фрезой все обезжириваем евроклинсер все буквально у меня вот маникюр все готов хотя у меня я думала всегда что у меня такая кутикула жутко такая она у меня там наросшая нет ноготь у меня еще стоит по стороны желтенький мы его обязательно почистим когда будем запечатку обрабатывать наносим nail prep nail prep наносим обязательно в классических системах это дегидратант он испаряется на воздухе очень быстро испаряется затем мы наносим ультрабонд ультрабонд это уже грунтовочный препарат его мы наносим очень аккуратно с отступом от кутикулы только на натуральный ноготь и по торцу можем вот я рассказываю в курсе в скорости когда делаю еще параллельно рассказываю каким материалами лучше какие можно заменить то есть прям вот как салоне все чем мне нравится этот формат у кстати нового у нас такого курса нет по такому формату вот все курсы которые у нас другие они формата немножко другого курс скорость он формата как будто я в салоне беру клиента и делаю и полностью процедуру по таймеру с маникюром с дизайном с покрытием только при вас прям на курсе там объемные уроки нет ни одной процедуры которая бы сделала больше чем за полтора часа там есть наращивание все виды коррекции искусственных ногтей и коррекция гель-лак и совмещение гель-лак с запечатыванием и твини гель то есть все четко на 10 ногтях лучше чтобы вам было наглядно что это реально можно успеть сделать наносим базу я взяла базу эмилак жидкую также мы можем использовать супер бонд это классическая гелевая база супер бонд рекомендована для сухих ломких ногтей базу гель-лака мы носим на брод когда ногти влажные клиент очень много находится в воде большой контакт с водой тогда мы используем базу гель-лак для запечатывания все после базы у нас идет запечатывание композит натурал композит soft pink желе вот эти три геля подходят для запечатывания композит прозрачный гель если вы никогда не делали запечатку не знаете этой технологии не берите его для новичков это натурал композит или soft pink желе композит это прозрачный гель густой очень часто спрашивают а можно ли сделать натурал форм запечатывания А можно сделать софтпинг? Нет. На запечатку можно сделать только желеобразными густыми гелями, которые в одну каплю по торцу можно выложить без затеков. Натурал композит, цвет натуральной ногтевой пластины, видите, какой густой. Софтпинг желе камуфлирующий, густой. Композит прозрачный. Вот я возьму прозрачный, потому что я, как правило, я в уроках показываю вот этим. Покажем сейчас этим. Задача вытащить вот такую колбаску. Длинную. И положить эту колбаску, жгутик мы еще называем, четко по торцу, по периметру свободного края. С одной стороны выложили. Набрали вторую каплю. Извиняюсь. Заминка. И с другой стороны тоже самое делаем. Можно ли это сделать быстро на клиенте? Конечно, можно. Вы только что убедились, что я себе на одном ногте, в прямом эфире, извините, а это как бы под камеру все равно всегда дольше, сделала там за 10 секунд. Правильно? В курсе я показываю на всех 10 ногтях, как правильно выложить, как быстро выложить. И что это реально можно сделать очень быстро. Но плюсов от запечатывания просто колоссальное количество. Клево еще с совмещением с гель-лаком. Там есть свои нюансы, но это прям вот когда ногти слабые, тонкие, влажные при этом. И вот нужно, чтобы на свободном крае лежал жесткий материал, у кутикулы мягкие. Это прям техника перфекта. Но там своя технология чуть-чуть. И в курсе этот урок есть, совмещение с запечатыванием. А еще там бонусных уроков у нас, да, подобавлялось. Там 8 уроков бонусных. И лекции от Веры Николаевны, как тренироваться по тренировочным листам. Все, выкладываем запечатку, мы ее просушиваем хорошо. И затем уже моделируем гелем из баночки. Сейчас вот прям покажу. Монофаз в банке. Софтмилк в банке. Софтпинг в банке. Ньют, изюван, если очень слабые ногти. Гелем, гели уже средней вязкости берем. Вот этими же гелями нельзя моделировать у кутикулы. Они жесткие, могут дать отслойку. То есть любым средневязким гелем. Мои любимые, конечно же, мои фавориты, это гели во флаконах. Вот я просто молюсь на них. Я забыла уже, когда работала из банки последний раз. Так только для видосов, может, для каких-то беру. В основном я пользуюсь гелями из флакона. Монофаз, софтмилк, софтпинг. Все. Скоро будет софтмилк во флаконе. И это будет все. Это как бы, мне ничего больше не надо. Это те же самые гели, которые в банках, только ниже вязкости. Для того, чтобы было удобно работать из флакона. Время экономит просто вообще колоссально. Я беру монофаз, так как у меня уже был прозрачный. Все. Сначала. У меня же толщина есть. Кажется, что нет. Но у меня есть толщина. Я ее не до конца убрала. Прокрываем тщательно. Захватываем боковые линии. От кутикулы отступаем миллиметр. Покрытие делать не буду. Время, чтобы эфир сохранился. Отпилим. Тут главная технология была показать. И каплю выкладываем уже на поверхность. Спускаем вот сюда к боковым линиям толщину. Перекрываем запечатку. Все. Он самовыравнивается полностью. Перевернули, если где-то нужно. Дали возможность самовыровняться. Кисточкой, если нужно, подровняли. Все. Выровнялся идеально. Сушим две минуты. Сушим две минуты. Сейчас смотрю пока. А на ногти три и вы лучше гели из банки или... А на ногти тройка. А, на ногти тройка лучше гели из банки или с флакона. Ну, тройка это не такая же большая длина, в принципе. Можно и из банки, можно и с флакона. Ну, мне кажется, что все-таки с банки будет удобней, наверное. У меня нют и пинк отслаиваются. В чем проблема? Проблем от слоек куча. И в самую последнюю очередь я бы думала о самом геле. То есть там в подготовительном этапе, в этапе опила, выкладки, может быть, куча причин от слоек. Вот. У меня, как бы, если есть проблема, пришлите фото в директ, попробую помочь. Просто эти гели нужно кончаются. Нужно 15 метров. Будут. Он жжет? Нет, не жжет. Мне вообще не жжет, так как у меня голый, ноготь не голый. Там был материал. Если ноготь будет голый, конечно, будет печь. Девочки, по поводу печет гель или не печет. Если гель совсем не печет, нужно переживать. Значит, у геля слабая адгезивная функция. Они должны печь. Научитесь контролировать время и температуру. Объясняйте клиентам, что нужно туда-сюда вытаскивать. Все. Нет, не будет никаких проблем. А в курсе платина есть? В курсе платина есть скорость. Только в курсе платина. В остальных нет. Как правильно опилить ноготь, если мы будем запечатывать, а форма должна быть идеальна? Ну, мы заужаем сначала ноготь, оставляя по миллиметру до идеальной формы, и потом опиливаем. Все. Так, ладно. Не буду потом дальше уже читать. Скажите, мне печет всегда, при этом у всех мастеров. Теперь сама делаю, все равно печет. В чем может быть причина? Я обречена. Печь должно. Научитесь контролировать время полимеризации. Вы ставите в лампу, считаете раз, два, три, достаете 3 секунды на воздухе. Первые 10 секунд проходит полностью первое схватывание, и уже печень будет. В эти 10 секунд, если вы научитесь контролировать время температуры, будет не так горячо. Вы всегда, вы навсегда переезжаете или временно? Навсегда. Так, обезжириваем. Теперь наша задача, смотрите, кстати, монофаз блестит. Монофаз можно также использовать, как финишный гель. Имейте в виду, он однофазный. Так, все видно, запечатка у меня хорошая. То есть я при опиле, после опила у меня должно остаться как раз 0,5 миллиметра. Моя задача, ваша задача, перед тем, как пилить сверху, если есть ступеньки изнутри убрать, у меня нет ступенек, так как я уже наловчилась, у вас могут получиться затеки, берете фрезу. Я рекомендую вам брать керамическую кукурузу. Просто работать на маленьких оборотах. Этой фрезой маленькие ставим. Просто ей возможность есть, она не будет делать выщербленок. То есть вы просто положите ее параллельно вот так, только ни в коем случае не вот таким образом. Два раза вот так туда-сюда пройдете, и у вас все же выровнится. И ноготь вот так от серого налета не давим. У меня фреза в легком, свободном падении. И ноготь от серого налета одновременно мы подчищаем. Если есть натеки, вы их убираете и чистите ноготь от серого налета. Потом в конце покрыть можно изнутри ногти топом. Это вообще клиентов приводит в экстаз. Они не будут так сильно пачкаться, будут красивые и чистые. Все, попилили. Если вы только начинаете запечатку делать, вот так проверили палочкой, чтобы не цеплялась. Если не будет цепляться, не будет вот этого зазубринок, то запечатка никуда не денется. Если будут здесь моменты, вот эти, которые можно зацепиться, клиент просто вот так ногтем сделает, и от запечатка отлетит. Это как бы первая и главная причина от скалывания запечатки. Может, в Питер? Так в Питер и едем. Может, едем? Куда? Я уезжаю в Питер. Но я остаюсь с вами. Я никуда не исчезаю с компанией. Я здесь. Я никуда не ухожу. Я также остаюсь тем, кем я сейчас являюсь. И опиливаем форму. Сразу скругляем уголочки. Выводим. Смотрите, видите? Видно, не видно? Все, запечатка на месте. На месте. Если не осталось у вас запечатки, значит, вы ноготь не до конца заузили. Все, и сверху мы снимаем блеск. Если нужно где-то, понижаем толщину. Чуть-чуть обязательно боковые линии подпиливаем. Ровненько. У кутикулы проходим, только снимаем блеск. Стараемся выкладывать материал так, чтобы ступенек не было никаких. Иначе потом долго придется спиливать. По сути, если мы правильно выложили, хорошо и ровно, то нам нужно только снять блеск. Пройтись по всем зонам и снять блеск. Все. То есть, чтобы не было много отпила, опять-таки, это же экономит время. Мы стараемся выкладывать так, чтобы после выкладки мы смотрели на наши ногти и говорили, о, вот прям хоть так и оставляли. Понятно? Вот процедура запечатывания колоссально, колоссальнейшим образом экономит время процедуры. В следующий раз, когда придет клиент. И привязывает клиентов к вам. Они без вас. Вот всю арочку мы выровняли. Смотрите, какая ровненькая. Все. На века. Покрывать не буду. Запечатку, если вы никогда не делали, обязательно попробуйте. Я думаю, что я подробно рассказала. Сейчас я расскажу вам, что же я вам сегодня приготовила. Сейчас найду. Я обещала давно-давно-давно-давно. Вы уже начали мне писать в директ. Господи, какой страшный фильтр. Ужас. Что это вообще? Вот. Вы начали писать уже в директ. И мне и Вере спрашивать, когда будет скидка. Питер хуже Ростова, только погоды. В Питере люди другие, очень добрые, дружелюбные. Там другая атмосфера. Согласна. Я Ростов тоже люблю. Вообще его не любила никогда. Переехала, привыкала. А сейчас люблю, ну, как дом уже вроде бы. Ну, Питер это... Мне кажется, я жила в прошлой жизни там. Понимаете? Мне, ну, это... Я знаю, что я никогда никого не слушаю. Если я решила, я все. А так со стороны смотрю, думаю, о, господи, как ты вообще. Вот просто решила, и все. Все, и уехала. Безопасной фрезой пользуюсь, если тонкая, прилипшая кутикула. Так, сегодня о многом поговорили. Я могу разговаривать часами. Хочется сказать, как много больше. Вместо монофаза можно обычную базу? Можно. Только не жидкую, а там... Файбер, например. Нормальная у нас погода. Я в Питере погода... Вы знаете, я была там во все месяца года, и мне попадалась погода только один раз плохая. Если так, когда приезжаю в Питер, если смотрю за неделю погода, там дождь, снег, приезжаю с солнцем, ну, то есть либо Питер меня любит, либо не так все страшно. Я была там и две недели в Питере, и там вот погода такая, ну, солнышко, дождик, дождик, солнышко. В принципе, в Ростове сейчас такая же. Сейчас же вообще глобальное потепление идет. В Питере уже нет той погоды, которая была раньше, вот эти вот промозглые морозы с ветрами, влажность. Сейчас там погода... Я слежу, я же слежу. В Ростове хуже погода сейчас, чем в Питере. Вот уже две недели как. Вот как бы... Я так смотрю, Питер, ты там... Готовится просто к моему приезду, и думает, надо подкорректировать погоду, чтобы приехала Аня, и все было хорошо. Это Питер вас соберет. Где в Питере будете преподавать? Преподавать я буду так только же в онлайне. Возможно, буду собирать семинары. Пока еще все вот... Чуть попозже все скажу. Короче, я вам обещала скидку на курс скорость. Я вам даю сегодня две скидки. Вот прям слушайте сейчас внимательно. Запоминайте схему. 20% на двое суток. Обычно на сутки, но так как уже хрен знает, когда не было ни эфиров, ни скидок, 20% на сутки, на двое суток вам даю скидку. Ссылка будет висеть в шапке профиля двое суток, только на скорость. Прям нажимаете и переходите. В сториз повешу ссылки, прям вот смахиваете и переходите на покупку. И 40%, внимание, 40% такой скидки на скорость еще никогда не было. Я дам тем, кто отметит меня в сториз. Ну, можете скрин вот сейчас сделать с эфира. Ну, или вы, может, делали до этого. Эфир сохраню там, можете скрины сделать. Для тех, кто отметит меня в сториз, напишет «Иду на курс к ААКОЛОД». На курс скорость к ААКОЛОД. Отмечайте меня, поставляйте истории. Я вижу в директе и высылаю вам на отметку ссылку на покупку с курса скорость с 40% скидкой. Каково? Ловитесь двое суток только. Двое суток отметки принимаются, и скидка действует 20% тоже только сутки. Сколько стоит вообще курс стоит? Стоит 5 900 всего-навсего. Там 8 мастер-классов, на 10 руках модели. Все по таймеру. Лекция, как тренироваться быстро, как ускориться. 8 бонусных уроков. Фото и ретуши. Про удачные продажи в маникюре. Покрытие, укрепление гирлаком. Это все бонусом идет. Архитектура там даже, по-моему, есть. То есть большой курс. 5 900, 40%. Сколько это посчитаете? 40%? 3 с чем-то. 3 с чем-то. Всего-навсего. Доступ к курсу пожизненный. Нужна помощь? Пишите в директ, присылайте фотки. Отмечаете в сторис. Начнете проходить курс, отмечаете в сторис. Я буду вас репостить, пиарить вас. Все. Сейчас выставляю ссылки в историю. Ловите. Ссылку в истории выставлю только на 20% скидки. 40% получают те, кто меня отмечают. Я вам в директ высылаю в ответ на вашу отметку ссылку на покупку курса с 40% скидкой. Как? Еще я вам обещала скидку на все виды коррекции. На все виды коррекции курс. Также сегодня будет 20% скидка. Ровно двое суток. Я соскучилась за вами. Правда. Прям не могу остановиться. Ну все. Уже время, время, время. Уже час ровно мы проболтали. Эфир сохраняю. Можете пересматривать в ленте. Всем пока. Люблю, целую. До встречи в Питере. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok